6 апреля 2003 года, спустя неделю после своего 52-го дня рождения, неожиданно умер заслуженный артист РСФСР Александр Фатюшин. Ой, извините, забыл представиться. Бабадеев. А это... Зумыднев! Он пленял своим по-настоящему русским характером, открытый, добродушный, мужественный и в чем-то наивный, доверчивый. Ввиду флага государства российского прошу встать! Чашечку турецкого кофе ради сырой погоды не досуг. Великодушие, которым актер наделял своих героев, было свойственно и ему самому. И зрители чувствовали это, влюбляясь в Фатюшина, страстного, взрывного и неподкупного. Вы космонавт? Родственник. Родственник тоже. Уважаем. Добро пожаловать. К нам в гости, дорогой. Его талант признавали крупнейшие режиссеры эпохи. Что же помешало актеру стать звездой первой величины? Слушай, зачем ты носишь эту сумку все время с собой? Во-первых, она нам сейчас пригодится. Да? Ага. И знаешь, за что мы выпьем? Со здоровьем. Это само собой. В 1990 году мы с Сашей Фатюшиным снимались в боевике «Каир-2 вызывает альфу», посвященную событиям во время арабо-израильской войны. Съемки проходили в Душанбе. Едва мы приземлились в аэропорту, Фатюшин немедленно спросил у встречающих, где ближайший телефон и в какой гостинице нас поселят. Мы добрались до гостиницы, и он тут же позвал меня к себе в номер. И вот представьте, 4 утра в номере громадное блюдо с фруктами и бутылка коньяка, а на дворе сухой закон. Я спрашиваю, Саня, как? А он отвечает, не имей 100 рублей. У Саши действительно везде были друзья, потому что он был сам человеком необыкновенно широкой души, распахнутым, открытым. Однако в какой-то момент такой характер оказался несовместим с новыми жизненными реалиями. И это закончилось для актера самым трагическим образом. Почему так случилось? Чтобы понять это, мы с вами проживем последний день Александра Фатюшина. 6 апреля 2003 года, Москва, 10.30 утра. Александр Фатюшин просыпается, ощущает покалывание в груди. Впрочем, к этой боли, которая часто возвращалась, актер уже привык. Так что ему, кажется, чувствует себя вполне нормально. Вот только огорчает, что в последнее время приходится постоянно носить очки. Зрение сильно испортилось. Александр бросает взгляд в зеркало. Кому из режиссеров он такой нужен? Потом, когда вдруг Саша стал понимать, что он стареет. Знаете, в общем, для актера это очень важно. И он понимал, что происходят какие-то перемены, которые от него не зависят. И все как-то вот его это очень... Все вокруг удручало его. Знаменитый сержант Карпенко в фильме «Весенний призыв», хоккеист Гурин, по скороносным «Москва слезам не верит», а еще Афанасий Крыков в многосерийном фильме «Россия молодая» эти роли сделали Фатюшина знаменитым, любимым зрителем. А ведь была еще одна роль – недоигранная, недоснятая. В легендарном служебном романе Ильдара Рязанова с участием Фатюшина остались только два эпизода. Первый – персонаж Александра с удивлением смотрит на преображение главной героини. Во втором – вместе с Людмилой Ивановой, Шурочкой, ошеломлен воскрешением умершего Бублика. По сценарию Фатюшин играл мужа секретарши Верочки, которая в исполнении Ильи Ахиджаковой выглядела до нельзя практичной и хваткой. Герой Александра составлял контраст молодой супруги. Приходится признать, режиссер точно угадал степажом. Фатюшин и сам в жизни был таким же. Дуэт Фатюшиной и Ахиджаковой мог бы стать образцово комичным и трогательным, но случилось несчастье. Съемки уже шли полным ходом, когда в театре во время спектакля Фатюшину копьем повредили глаз. Александр попал в больницу. И надолго. Рязанов до последнего ждал актера, но тот сам попросил, вырезайте отснятое, главное, чтобы я вас не подводил. Служебному роману было суждено обрести у зрителей невероятную популярность. И это до конца дней болью отзывалось в сердце Александра Фатюшина. Шанс блеснуть в фильме, который будут обожать миллионы, выпадает не каждому. 6 апреля 2003 года, Москва, 12.00. Александр Фатюшин протирает на ходу очки, едва не родняет одну из вас. Вся квартира заставлена букетами цветов. Неделю назад он отметил день рождения. Сколько таких букетов получил актер за свою жизнь от зрителей не счесть. А ведь, кажется, Саша Фатюша на такой жизни не мог и мечтать. А что вы читаете? Книжку. Три товарища. Не читал. Страна сейчас вся Москва читает. А ведь это Москва. А вы что, не Москва читаете? Нет, теперь почти что. Он родился в Рязани. Родители были далеки от искусства. Отец работал водителем на автобазе, мать швеей на фабрике. В семье росло трое детей. Саша был младше. Позже он вспоминал, что многих его сверстников, в общем-то, хороших парней, жизнь в их рабочем поселке на окраине Рязани привела в тюрьму. Его судьба уберегла. Однако с друзьями детства он не прерывал общения. Приехали мы в Рязань, и он говорит, я тебе сейчас поведу по своим друзьям-знакомым, которых я сам давно не видел. И вот мы целый день ходили по его друзьям-знакомым, упивали, разговаривали. Хулиганил Саша в детстве и юности наравне со всеми, но в криминальные истории не попал, потому что увлекался спортом. Его страсть к футболу была столь сильна, что родители не сомневались, растет будущий чемпион. Однако Александр всех удивил. Увлекся драм-кружком, да так, что даже решил поступать в театральный. Так я не понял, мне ехать или остаться. В ГИТИС Фатюшин поступил со второго раза. В первый провалился, был слишком робок. Но через год курс набирал Андрей Гончаров, друг знаменитой Маяковки. Он поставил абитуриенту высший бал, а после окончания института позвал в свой театр, где актер прослужил до конца жизни. Перед Гончаровым Фатюшин преклонялся. Отцом родным считал, так скажем. Это вот был птенец его, гнезда. Однако, чтобы стать звездой первой величины, в театре Фатюшину словно не хватало напора, некой всепокоряющей победительности. И потому специально на него никто спектакли не ставил. Чаще его вводили на роли, которые его более знаменитые коллеги по каким-то причинам не могли продолжать играть. Но каждый раз эта замена становилась с блестящей победой Александра Фатюшина. В московской первой гильдии лишний человек. Студент третьего курса юмористического факультета. С философией у нас хорошо. Красивая женщина. Редкость. Я помню, он отыграл. Вот, катился у него градом. И Гончаров, вот, этажом ниже у нас была комната отдыха, обнял ему, сказал спасибо, молодец. Впрочем, неизвестно, смог бы Фатюшин рассчитывать даже на такие роли, если бы не кино. Уже через год после окончания ГИТИСа Александр дебютировал в драме «Осень». Это который не приедет городской, одна песня. Жилаю в деревню и все. Ну и ехай все в деревню, кто тебе мешает. Меня кто-то из киношников позвал на Мосфильм, ну, такой для своих просмотров. Фильм назывался «Осень». Там главные герои Рудная и Кулагин, а деревенскую пару блестяще сыграли Наташа Гондарева и Саша Фатюшин. Они, по-моему, переиграли главных героев. Жить, конечно, можно при машине. Машина, она заработает. В поле вот пупок драть, шибко не разгуляйся. Как же много он тебе сам заработает. Вот с моего наема посиди. Людская молва тут же приписала Гондаревой и Фатюшину роман. Они и в самом деле много времени проводили вместе, потому что нередко становились партнерами на сцене. Но ведь я вам симпатичен просто как мужчина. Когда мне вдруг кто-то спросил, у них был роман, я говорю, у них был больше, чем роман. Они настолько разговаривали на одном языке. Они по уровню профессиональному и человеческому совпадали. Гондарева искренне сочувствовала Фатюшину, который влюбился совсем не в нее, а в другую женщину, которая сделала его несчастным. 6 апреля 2003 года, Москва, 12-15. Александр Фатюшин слышит на кухне возню. А потом негромкий вскрик жены. Елена уколола палец о засохшую розу. К своему семейному счастью он шел непросто. Едва Фатюшин поступил в театр Маяковского в 1973 году, как немедленно влюбился, но совсем не в свою будущую жену. Мне обычно не очень-то везет. Но сегодня будьте свидетелями. Я приземлился. Удачно и, по-моему, точно. Саша любил одну женщину, Иеру Калиновскую, и был ей верен, предан и ждал ее очень долго. Ирина Калиновская была старше Александра на 5 лет и замужем за известным театральным деятелем, профессором Щукинского театрального училища. Фатюшин, простодушный рязанский парень, переживал, что он может предложить искушенный столичный красавец. Ирина ни в чем не нуждалась и жила в роскошной квартире в центре Москвы. Александр же делил комнату в актерском общежитии с другом и коллегой Александром Соловьевым. Соловьев каждый день носки стирал, а утром носки гладил. Носки гладил, чтобы всегда быть. Это Фатюша патрон не было. Фатюшин рвался стать достойным избранницей и вскоре ему представился шанс. В фильме «Весенние призы» Фатюшину досталась главная роль замком взвода сержанта Карпенко. За нее он получил и свою первую премию на всесоюзном кинофестивале в Риге. Я сам знаешь, как службу начинал. Два наряда, три наряда. Я хуже, мне хуже. В армии самое страшное что? Обидится? Да и не только в армии, я тебе скажу. А вот пережег себе обиду, вот тогда ты человек. Артист очень серьезный и характерный, и такой простак, и весельчак, и очень драматический, и глубокий артист. Его карьера только-только пошла на взлет, когда случилась та самая травма глаза во время съемок служебного романа. Фатюшин хоть и не говорил никому, втайне паниковал, сможет ли потом вообще выходить на сцену или съемочную площадку, где сильный свет прожекторов. Ведь только став звездой, он мог рассчитывать покорить свою Ирину. Любая она мне, кормщик. Аж так любая. Когда стало ясно, что операция по восстановлению сетчатки прошла успешно, вздохнул с облегчением. Худрук театра Маяковского Андрей Гончаров, человек с большим чувством юмора, дал своему ученику Фатюшину прозвище. Рязанский Марлон Брандо. И в самом деле, стать, учезарный взгляд, сочетались в нем с удивительно русской душой. Но проверить меткость этого определения Александру выпал случай много лет спустя. Он со студенческих лет обожал французское кино. И как мальчишка, мечтал о встрече с актрисой Ани Жерардо. И вот в 1991 году Фатюшин оказался в Париже на съемках фильма «Дело Сухого Кобылина». Благодаря знакомым жены ему организовали встречу с недосягаемой француженкой. Ани Жерардо приветствовала русского коллегу и задумчиво сказала, что он напоминает ей одного американского актера. «Брандо?» – спросил Фатюшин. «Точно!» – воскликнула Жерардо. Звездный час Александра Фатюшина наступил после того, как он сыграл хоккеиста Гурина в мелодраме «Москва слезам не верит». С той поры он не знал отбоя от поклонниц. Знаменитость, вы привыкли, что вам девушки сами на шее вышиваются. А я не такая. Ну при чем тут знаменитость? Знаменитость, знаменитость. Тренер мне тоже все знаменитость, знаменитость. А я, если хочешь знать, за всю жизнь только с одной девчонкой дружил. Вы попросили меня подобрать фотографии. Я начинаю перебирать фотографии, а на нем, как бандерлоги, висят женщины. Потому что каждая хочет как-то так к нему прикоснуться, улыбнуться. И везде вот женщины, женщины, женщины. Причем там где-то вдали стоят их мужья, которые позволяют им, значит, повиснуть на любимом артисте. Но это были еще «Цветочки». В 1982 году на экраны вышел многосерийный фильм «Россия молодая», где Фатюшин появился в одной из главных ролей, гонимого за свою неподкупность поручика таможенного войска. Но главное – беззаветно влюбленного в жену своего друга. «Эх, Таисия Антиповна, что ж ты со мной сделала-то?» «Анасий Петрович, не ворок ты ему, друг. Он же мне сам рассказывал, как бабенька и вдох у вас в одном корыте мыла». Он любил, а его любовь отвергали. Все, это надолго решило вообще судьбу Александра, потому что, по-моему, не было женщины Советского Союза, которая бы не мечтала обогреть этого красавца. Однако в личной жизни актера, который стал кинозвездой, это ничего не изменило. Он горевал, что не может завоевать сердце лишь одной, без которой не представлял себе жизнь. «Он ее прямо очень-очень любил. Мы все его очень жалели, все болели за него, чтобы, ну, скорее бы, он уже нашел свою-то». В жизни каждого человека бывает момент, когда судьба со всей ясностью дает понять. Что он идет не туда. С Фатюшиным такое случилось во время съемок фильма «Россия молодая». В первой серии картины есть эпизод, когда несправедливо наказанный и опозоренный герой Александра, поручик Крыков, пытается покончить с собой. «Это что же ты делаешь, человече?» «Не могу так жить, отче. Лучше удавиться, чем от Джеймса погибнуть». Реквизитор там подрезают немножечко веревочку, чтобы он упал. И, видать, маловато там немножко подрезали. И он завис. Благо, там подбежал кто-то вовремя, эту веревку срезал. И Саша остался жив. Все длилось какие-то секунды, но в тот миг смерть была близка, как никогда. Александр еще долго не мог забыть свое отчаяние и ужас. От мысли, что он погибнет так глупо. После он много раз вспоминал этот момент и понимал – судьба подарила ему шанс. Фактически, он родился дважды. А значит, надо жить, не зацикливаясь на своих заблуждениях. «Все антично. Вдруг глаза открылись. Как я живу? Что я делаю?» Александр несколько раз пытался разорвать свои отношения с Ириной. Он даже заводил романы. Однако, едва Калиновская узнавала об этом, тут же появлялась рядом. Манила, и Фатюшин немедленно забывал о других женщинах. Это было как наваждение. 6 апреля 2003 года, 14.00. Фатюшин бросает взгляд на часы. Проверяет, сколько времени остается до футбольного матча между Спартаком и ЦСКА. Два часа. Спартак – его любимая команда. Но как спортсмены выйдут на поле в такую совсем не весеннюю погоду? За окном идет снег. Из-за ненасти Фатюшин решил не ехать на стадион и остаться дома. С его легкими лучше сидеть перед телевизором. Вот он однажды взял меня и сказал, я должен тебе показать, чтобы ты ощутил, вот просто на себе, ощутил энергию хоккеистов. Забрал меня. Мы поехали, и он сел там, где сидят тренеры. И вот там он с собой меня усадил рядом. Выехали первую пробежку делать эти хоккеисты. Первый круг, вот они разгоняются. И они набрали такую скорость, что я потерял сознание. Дружба Фатюшина с именитыми спортсменами началась после выхода на экраны фильма «Москва слезам не верим». Вы Гурин, да? Гурин. А я сижу и мучаюсь. Ну, откуда мне ваше лицо знакомо? Слушай, я же несколько раз передачи вел с ваших матчей. У него был довольно большой круг друзей. Причем из разных областей. Он очень любил спортсменов. Он горевал, мне кажется, очень, что он не спортсмен. По-настоящему близкими Александру людьми были многие футбольные знаменитости. Олег Романцев, Георгий Ярцев, Ренат Досаев. После игры я был в раздевалке, просто какой-то мячик был в раздевалке. Тогда игровой мячик. Мне его подарили, подписали. Но ни звездные знакомства, ни собственная популярность Фатюшина по-прежнему не помогали ему добиться главного – своей возлюбленной. Он стремился доказать, что его популярность не просто дело случая. Он серьезный актер. И добился этого, сыграв главную роль в спектакле «Молва» по пьесе драматурга Солынского. Спектакль прогремел на всю Москву. Революцию защищать от денег? От кого это интересно защищать? От всех! Фатюшин получил государственную премию, переехал из общежития в собственную квартиру. Тогда был на Тверской, на улице Горького, знаменитый ВТО, ресторан. Когда мы входили с Сашей, шесть официанток бросали свои столы и своих клиентов и бежали, чтобы забрать Александра и усадить куда-нибудь. В театре Маяковского любили вспоминать историю о том, как слава Фатюшина шагнула за пределы СССР. Его коллега, актер Анатолий Ромашин, из командировки в Испанию привез отснятые им на любительскую кинокамеру пленки и устроил в театре показ для друзей. Королевский дворец, сверкающие рекламные вывески, витрины дорогих магазинов. А теперь самое главное, предупредил Ромашин, вот одна из центральных улиц, которую облюбовали девушки легкого поведения. А это то, что я хотел вам показать. В зале наступила гробовая тишина, а потом грянул дружный хохот. На здании, у которого прохаживались жрицы любви, сиял огромный рекламный плакат фильма «Москва слезам не верит». И оттуда, свысока, смотрел на испанскую столицу Александр Фатюшин. Дни шли за днями, и, несмотря на славу, Фатюшин оставался бобылем. Лишь в стихах своего земляка Есенина, который Александр любил читать друзьям, его Ирина всегда была рядом. Жениться тебе надо, Федор. А чего мне не волиться? Успеется, батя. А что бобылем-то ходить? Хозяйка в доме будет. Он был один, над всеми кружился только знаменитый в сплетнях роман его, действительно знаменитый. А после первой же рюмки начиналась рифма, и так это могло продолжаться бог знает сколько. И он был чудесен в этом, в застолье всегда. А я жизнь люблю. Я люблю тебя жизнь. Я шагаю с работы устала. Я люблю тебя жизнь. Не хочу. Нет, это не было пьянство. Мы не были пьяницы, мы были бражники. Бражник – это когда ты в хорошей компании немножко можешь выпить для ощущения, для полноты, для полноты чувств. 6 апреля 2003 года, 16.00. Александр Фатюшин подается вперед к телевизору. Начинается трансляция футбольного матча со стадиона «Динамо». Все внимание актера туда. Жена Елена тихонько, чтобы не мешать, уходит на кухню. Молодая актриса Елена Мольченко пришла в театр имени Маяковского в 1981 году, когда Фатюшин блистал в своих лучших театральных ролях. Открытки с его портретами продавались в киосках «Союз Печати», а киноафиши были расклеены по всей стране. Он же разглядел свое счастье лишь пять лет спустя. Ой, вопрос, конечно, чем я его зацепила. Ничем я его не зацепила. Просто был белый снег и яркий шанс. Вот и все. Когда мы шли с ним вместе по улице. Вот и все. Их сблизила схожесть ситуации в личной жизни. И Александра и Елена были измучены неопределенностью в отношениях. Каждый со своим партнером. В конце концов, произошло то, что должно было произойти. Старые отношения исчерпали себя. Двое людей, уставших от безнадежных романов, хотели быть вместе. И ни от кого этого не скрывать. Вы знаете, а я, кажется, нашел свою боевую подругу. Я приехал сюда в театр к нему. И вот он вышел с Леной, сел в машину. На следующий день, что ли, когда мы с ним встретились, он говорит, «Ну как тебе, Елена, понравилось?» Я говорю, «Саша, мне понравилось. Но главное, чтобы тебе понравилось». О том, что дело идет к свадьбе, никто в театре не знал. Лишь друг Фатюшина, режиссер Юрий Йофе, который был соседом Елены, что-то заподозрил, когда в один вечер Александр позвонил в ее общежитие, стараясь остаться неузнанным. А я его узнал, естественно, узнал. А он спрашивал женским голосом, далеко ли Лена. И я помню тот вечер, когда Лена уехала от меня. Александр в тот вечер подъехал к общежитию на машине, вызвал Елену и спросил, будешь моей женой? Мольченко только кивнула и поднялась наверх, чтобы собрать вещи. Ну, это был... Это, конечно, был Сашин поступок. Я думаю, ну, все женщины позавидовали Лене. Уж если мне кто, приглянь, спеши, пропала. Тут же в ЗАГС. И кранты. Я в другом уже театре была, но мне обзвонились сразу Ирка. Ира, у нас такое событие, у нас Сашка женится, Фатюшин. Никаких объяснений с бывшей возлюбленной Александр устраивать не стал. Ирина Калиновская вскоре покинула не только Маяковку, но и столицу, уехав вслед за мужем в Красноярск преподавать театральное искусство. Больше они не встречались. 6 апреля 2003 года, 17.30. Идет второй тайм-матч «Спартак ЦСКА». Счет ничейный, 2-2. Обстановка на поле накаляется, нервничает перед экраном и Александр Фатюшин. В последнее время актер почти не смотрел телевизор, только спортивные трансляции. Его раздражали новомодные сериалы о бандитских разборках или дешевые и неумело сделанные детективы. Он всегда много читал и в молодости даже распространял сам издатовскую литературу, произведения Солженицева. Фатюшин мечтал, чтобы страна изменилась, стала более открытой, а власть повернулась лицом к человеку. И вот перемены произошли, но все оказалось совсем не так, как мечтал Александр. Ну разве я виноват, что у нас все на бекрень? Страна непредсказуемого прошлого. Когда все стало рушиться, все стало сыпаться, его кидали, приглашали в какую-то дрянь какую-то сниматься, а он не понимал, что это за искусство вообще, что это за вид искусства такое. В 2001 году ушел из жизни худрук театра Маяковского Андрей Гончаров, и у Фатюшина появилось ощущение, что он осиротел. Он был актером Гончарова. Другие режиссеры приглашали в свои постановки других актеров. Сказывался и возраст, в 50 трудно рассчитывать на роли героев. И театр тогда тоже переживал какие-то катастрофические совершенно явления. Актер искал забвения в алкоголе. Но если в молодости от вечерних возлияний на утро не остается и следа, то в зрелые годы все иначе. Ну, я его видел в каком-то сериале. Ну, конечно, он выглядел очень плохо. Отекший какой-то такой, погашенный совершенно. Здравствуйте, по крошечке. В моменты, когда, переключая каналы, актер натыкался на низкопробные мыльные оперы, он вспоминал о несыгранных ролях, о которых действительно стоило жалеть. Несбывшейся мечтой Фатюшины была роль в еще одном фильме Ильдара Рязанова о бедном гусаре «Замолвите слово». Когда ему в руки попал сценарий картины, Александр хотел сразу же позвонить режиссеру, но постеснялся. После премьеры фильма «В доме кино» рассказал об этом Рязанову, а тот в ответ сказал ему «Ну и дурак же ты». Нет сомнений, гусарский мундир оказался бы Фатюшину очень к лицу. К тому же гусаром служил прадед актер, человек с широкой душой, яркий и артистичный. Им Фатюшин очень гордился и считал, что, вероятно, унаследовал какие-то черты характера. Друзья актера и сейчас вспоминают широту его души. Внутри так много, что отдаешь, отдаешь, а все равно не кончается. Однажды в 1988 году Фатюшин оказался в группе советских артистов, которых направили в Калгари на Олимпиаду для поддержки наших спортсменов. В один из свободных дней Александр попросил певицу Катю Семенову помочь ему купить приглянувшиеся часы, потому что сам не мог сказать ни слова по-английски. «Смотрит на этот прилавок, и я понимаю, что он бледнеет прямо. Я говорю, Саша, чего? Он говорит, их нет». Расстроились все – и Фатюшин, и Семенова, и даже канадская девушка-продавец. Незадачливые покупатели уже направились к выходу, но актер решил еще раз попытать счастье. Поворачивается и говорит ей, циферблат и ремешок – блэк, а стрелочки и ободочек – голд. И вдруг она куда-то лезет и достает эти часы. Реально. Счастье было какое-то, ну, просто вселенское. Он купил эти часы. Но прошло совсем немного времени, и на одной из посиделок с друзьями Александр вдруг снял этот подарок, сделанный самому себе, и вручил Виктору Проскурину, который в тот вечер был необычайно грустен. Он говорит, Витька, я тебе такие часы привез. И снимает с себя часы вот эти все в блэк, а стрелочки ободочек голд. В другой раз после гастролей в Чехословакии Фатюшин привез в Москву шикарную люстру. Ну, собираясь в гости к другу, подумал, ну, не с пустыми же руками идти. Люстру, которую он собирался вроде как бы здесь продать и заработать кучу денег. Ну, не знаю, какую кучу, но во всяком случае какие-то деньги, чтобы у него появились. Приходит кто-нибудь Васильевич, что у меня торговец как пуля из дерьма. Вот на тебе подарок люстру. Фатюшин обладал талантом согревать своими поступками и подарками. Самыми дорогими из них друзья считали Сашины стихи. Он любил читать их, как и выдержки своих дневников на дружеских посиделках. Ленка сказала, ты себе представляешь, как он и тебе писал. Я сегодня понял, что ангел боится высоты, потому что нас посадили там канатная дорога, очень высоко, все прозрачно. Вот. И сочетание такое потрясающее. Ангел боится высоты. В начале двухтысячных содержание настроения, как записи в дневнике, так и стихотворений Фатюшина поменялось. Они становились все грустнее, грустнее. И тема их была смерть. И он готовился к смерти. Он говорил, что он встретится с ней. Вот-вот уже он чувствовал это приближение. 6 апреля 2003 года, 20.00. Фатюшин разочарованный и огорченный бросает жене. Проиграли. Матч закончился со счетом 2-3 в пользу ЦСКА. Через паузу актер добавляет – спокойной ночи. Но, похоже, самому ему успокоиться непросто. Смутная тревога постоянно преследовала актера. И причиной этому было здоровье. Оно все чаще подводило. В последние годы у Фатюшина обострилась хроническая пневмония. С самого детства маленького Сашу Фатюшина мучили больные легкие. Его родители, простые рабочие, разуверившись в официальной медицине, обратились к знахарке. Баба Маша пять зорь шептала над малышом молитвы. Заговаривала и уговаривала – все будет хорошо, все будет хорошо. Родители носили к ней ребенка за несколько километров. Но оно того стоило. Недуг отпустил. О том, что у него когда-то болели легкие, Фатюшин не вспоминал почти всю жизнь. Пока однажды ему не позвонили из дома – целительница умерла. И словно исчезла защита. Ослабели заговоры, нашептанные на рассвете. Пневмония вернулась. Справиться с ней врачи не смогли. Каждую зиму он лежал в больнице. Возвращаясь после очередного курса лечения, понимал – что-то недолечил. В грудной клетке не проходили боли. Я эту картину вижу как сейчас. Принесли снимки, причем Сашка не снял крестик, а остальное все черное. То есть легкие все. Как это, нагноение? И врачи не могут понять, что там под этим черным. И садятся четыре врача, из них две женщины. И все четверо закуривают. Закуривают и сидят. К проблемам с легкими добавилась еще одна. Начало падать зрение. Последствия травмы глаза, полученной в 1977 году, дали о себе знать десятилетия спустя. Саша, он говорил уже, вот мне во всяком случае, он говорил, что он выходил уже на сцену и видел только темные силуэты партнеров. Казалось бы, надо спешить к врачам, пройти обследование, принять меры. Но Александр стеснялся признаться, тянул с лечением. Как позже стало ясно, все могло кончиться полной слепотой. Спасла Фатюшина коллега по театру, знаменитая Наталья Гундарева. О, привет! Митя, что это на тебя, Люцина? Что-нибудь случилось, а? Она ему устроила грандиозный скандал и повезла его в клинику. Потому что он стеснялся, что как, очки надо проверять, значит, диоптрию и прочее, прочее. Она со скандалом говорит, Сашка-то ты что? А он стеснялся ходить в очках, она сказала, зрение береги. Фатюшин старался и себе, и другим доказать, что еще на многое способен. В 2002 году он попросил своего друга, Эрнеста Севастьянова, устроить ему прыжок с парашютом. Вот под конец жизни, когда он уже, так сказать, отважился на прыжок в тандеме, он потом мне признался, говорит, Эрнест, он мне Василий сказал, Василий, слушай, конечно, я самое, мне было страшно. Но я вспомнил твои слова, что нельзя бояться всего. Причувствовал ли Александр Фатюшин, что смерть близка? Он походил на крепкое дерево, которое неподвластно бурю. Но один надлом следовал за другим, и вскоре актеру стало казаться, что его время просто ушло. Я ведь, брат, все жду чего-то, жду. Ну, старое. Ну, как-то возвышенно символически. Если брать Сашу, то условия игры, которые были в то время, они несовместимы с его жизнью. Он был незащищенный человек. Знаете, есть люди, которые такие защищенные, вот такие, все время в стойке. А он был вот такой. Он был очень открытый. За неделю до своего ухода Александр Фатюшин сказал жене, что хочет исповедоваться. Елена удивилась. Муж редко ходил в храм. Он быстро оделся и отправился в небольшую церковь недалеко от дома. Через несколько минут вернулся. Почему так быстро? Закрыто, там ремонт. Видно, не судьба, ответил Фатюшин. Он умер через неделю после того рокового матча, ушел в спальню, прилег, и его сердце остановилось. Как сказали позже врачи скорой помощи, смерть актера была мгновенной. Ему невозможно было ничем помочь. После этого я не раз слышал, мол, Фатюшин не смог пережить проигрыш любимой команды. Ну, это, конечно, глупость. Саша не мог пережить всего того, что навалилось на него. Быть может, он просто до конца так и не осознал, что он значил для своих друзей, близких, поклонников. Лечу высоко, дышу глубоко! Лечу высоко, высоко! Земля, земля! Иду на сближение!